Всем большой привет! Мне не верится, что я сейчас это скажу, но я записываю свой первый влог спустя 10 лет. Ровно 10 лет назад, когда мне было 13, я вела свой YouTube-канал, записывала также влоги, и сейчас, вот спустя только 10 лет, я вновь записываю видео в таком формате. Если честно, очень волнительно, хочется, чтобы всё было идеально, хотя я понимаю, что навыки в съёмке влогов подрастерялись, поэтому буду снимать свой лайф, буду показывать то, что я делаю, и сегодня по планам у меня встреча с подругой, мы впервые пойдём на Пилатес. Сейчас время 7 утра, тренировка у нас 8, поэтому я сейчас уже буду потихонечку выходить. А мы ещё идём в такую эстетичную студию, поэтому я вам всё-всё-всё обязательно покажу. Мы будем заниматься на таком тренажёре, который в Орвере. Показываю вам обзор на студию. Здесь очень красиво, просто невероятно неприятно, только здесь иначе не было. То есть это очень большая студия, здесь есть очень разные направления, я так понимаю. Вот, я на самом деле обожаю такие минималистичные интерьеры, когда просто всё проходит органично, и вот эти вот двери потайные, я её называю. Вот, очень красиво мы занимались в этом зале. Здесь у нас раздевалка. Итак, у нас уже закончилась тренировочка. Ладно, это уже красится выгубы, потому что мы отправляемся на завтрак. Нам очень понравилось, на самом деле, Пилатес просто 10 из 10. Я до этого вообще не знала, что там будет, потому что я думаю, ну, наверное, будем растяжку какую-то делать. А мы ещё занимались на реформере. Это такой тренажёр, который вот так вот ездит туда-сюда. Да, очень крутое ощущение. Я думаю, что Пилатес это суперлегко, но на самом деле очень было тяжело. То есть прям порой очень сильно ноги дрожали, мышцы дрожали. И было классно, что прям чувствовалось глубокая проработка всех мышц, которые обычно на тренировках не задействованы. Поэтому мне прям очень понравилось тренировку по Пилатесу. Хайли рекомендую. Ходили мы вот в эту студию, если что. Скульпт называется в Москве. Сейчас мы идём на завтрак. Есть сырники. Это, кстати, единственное, наверное, что мне не понравилось, это то, что я была голодная, потому что я очень привыкла есть по утрам, когда встаю. А из-за того, что это было супер рано, я не поела. И занималась голодная. Вот, так что сейчас идём есть. У Москвы очень холодно, на самом деле. Октябрь, а погода просто конец ноября, начало декабря. Минус 3 градуса. Мы в итоге перешли вообще не в 3 месяца, которые планировали изначально. Пришли в мою любимую луну. Я обожаю просто ресторан, особенно завтраки. В общем, тут и шампанское наливают, и авокадо-тос просто обалденный. Так что будем завтракать очень замёрзли, прям на улице. Но очень холодно. А ещё, кстати, мне здесь очень нравится интерьер. Потому что видно, что мы будем сидеть в каком-то музее. Я уже дома. У нас очень сильно распогодилось. Но на улице всё равно очень холодно. Но благо есть солнце, и можно записать классное видео с классным светом. Я приехала. Значит, меня тут ждала посылочка. От курьера. От бренда. На рекламу. Сейчас вам покажу. Но реклама не на ютубе. Как вы понимаете, это моё первое видео. Реклама у меня будет в инстаграме, но всё равно покажу вам здесь тоже. Мне прислал на обзор бренд, который представлен на золотом яблоке. Кстати, впервые буду сотрудничать с брендом, который есть в золотом яблоке. Так приятно. Вот. Здесь косметика для волос. Тут пилинг для волос. Вообще, впервые будет пилингом. Пользуется маска для волос для окрашенных. И шампунь, и кондиционер для окрашенных волос. Я, кстати, думала, что объёма меньше. Но на самом деле, прям на полгода хватит таких объёмов. И как раз таки, раз я затронула тему брендов, хочу поговорить с вами про продвижение в инстаграме. Потому что у меня была цель набрать 5000 подписчиков до нового года. Вчера был 25 октября. И я набрала 5000. Я ставила эту цель в конце сентября. И я реально думала, что да, я справлюсь. Но, скорее всего, это будет ближе к новому году как раз таки. Или в начале декабря. Я не ожидала, что это произойдёт через пару недель после того, как я поставлю цель. Я безмерно счастлива, безмерно благодарна каждому, кто на меня подписался. Я уверена, что кто-то из инстаграма меня смотрит. Поэтому спасибо вам огромнейшее. И вчера как раз таки я оставляла окошко для вопросов про продвижение, чтобы я на какие-то подробные ответила на ютубе. И был один из самых распространённых вопросов, как сотрудничать с брендами, как писать им сообщения. Сразу скажу, я не пишу брендам. Они мне пишут сами. Да, я писала паре брендов сама. Наверное, три раза где-то я написала сама. Но эти бренды мне не ответили. Но это были достаточно крупные бренды, поэтому я в целом ожидала, что они мне могут не ответить. Но так, на самом деле, я не считаю чем-то позорным написать самостоятельно. Просто главное представиться и рассказать, что вы вообще хотите предложить человеку. По поводу брендов. Как с ними сотрудничать? На самом деле, когда вы становитесь заметными, то бренды начинают вам писать. У меня есть знакомые, у которых есть аудитория, например, 2-3 тысячи подписчиков, но им не пишут бренды. Просто потому, что они не выкладывают рилс, их не видят на широкую аудиторию инстаграм, и, соответственно, бренды их не замечают. Мне начали писать бренды, когда у меня вообще было 800 подписчиков, и я только-только начала делать рилсы. Они набирали там тысячу, две тысячи просмотров, 500 просмотров. Это были первые два предложения, но я от них отказалась, потому что они не подходили мне по концепции. А потом, когда вот мой рилс начал залетать две недели назад, мне уже на следующий день написал бренд классный, и мы договорились о сотрудничестве. И вот каждый день сейчас приходят по 10 где-то предложений, поэтому важно становиться заметными через рилс, чтобы вас заметила большая аудитория, и бренды, соответственно, тоже. Бренды, конечно же, они сидят и ищут аудиторию также в поисковике, но чаще всего им попадается какой-то инфлюенсер-блогер в рилс, они видят то, что он подходит им по концепции, по вайбу, и они ему пишут уже, соответственно, с предложением. Поэтому важно просто быть заметными, и не стесняться также писать брендам самим, если вам этого хочется. Также был очень популярный вопрос по поводу того, стоит ли начинать заводить новый аккаунт, или можно раскрутить старый аккаунт, вот у меня мертвый аккаунт, как поступить? На самом деле моему аккаунту, который сейчас раскрутился, и который продолжает набирать подписчиков, ему 10, наверное, лет 9. В общем, когда я зарегистрировалась в Инстаграме впервые, это, наверное, мне было 13-14 лет, и вот как раз-таки с того момента у меня этот аккаунт существует, поэтому все возможно. У меня там были и боты раньше, которых я отписывала, и я начала буквально там весь этот аккаунт почистила, начала с нуля 2 года назад, и я тоже думала, что я в теневом бане, рилсы не залетают, аккаунт мертвый, но по итогу, ребята, видите результат? Я не вижу смысла создавать новый аккаунт, и, скажем так, он будет пустой. Если у вас есть вот какая-то аудитория живая, вы можете отписать всех неживых людей, если вам позволяет этот ресурс, если их не так много, и начать работать с живыми людьми, потому что живые люди как-никак будут взаимодействовать с вашими историями, с вашими рилсами, они будут комментировать, сохранять, продвигать их таким образом, и поэтому я не вижу смысла начинать с нуля, если можно начать не с нуля. Поэтому в этом плане ничего страшного, я знаю много ребят, кто раскрутился на аккаунтах, где раньше были и боты, и аккаунты, в которых много лет, и казалось, что они мертвые, и в бане побывали, и уже оттуда вышли 10 раз, поэтому не переживайте. И еще, что я хотела рассказать, это про продвижение, я говорила про то, что расскажу здесь подробнее, как я так быстро набрала 5000 подписчиков. На самом деле, нет никакого суперсекрета, есть только стратегия, правильные действия, регулярные правильные действия. Я начала продвигаться с сентября, и без сентября я тестировала абсолютно разный контент. Я делала все, скажем так, хаотично, тестировала разные форматы, понимала, что захочет, что не заходит в моей аудитории, что больше набирает просмотров, что меньше, и пришла к определенным выводам, составила на основе вот этих выводов и гипотез свою стратегию, и пошла ее тестировать. И стратегия сработала спустя две недели, как я ее составила. И получилось так, что я просто делала регулярные действия, выявила нужные мне гипотезы, и начала на них, скажем так, давить, и в это направление стремиться. Плюс, конечно же, упаковка блога. Может у многих быть такая проблема, что рил залетел, но, к сожалению, никак не получается, чтобы люди с рилса подписывались. И здесь важна упаковка блога, чтобы ты человека зацепил в сториз, чтобы он пришел, не просто пришел с рилса, увидел, что тут ничего нет, и ушел. А чтобы он пришел, вы его заинтересовали, и потом, чтобы он этот интерес не потерял, смотрел ваши сториз. Потому что у меня сейчас аудитория очень активная, мы с ребятами постоянно общаемся в директ, и я уже в целом на опыте знаю, как цеплять аудиторию, поэтому в этом проблем нет. Очень важно к этому прийти. Но это, опять же, приходит с опытом, поэтому я уверена, что если вы выстроите правильную стратегию, выработаете нужную дисциплину, и будете регулярно делать действия, то все обязательно получится. Я рада очень была поделиться этой информацией, и потихонечку буду сейчас собираться на консультацию по личному бренду. Буду проводить, вот, обожаю проводить консультацию, на самом деле она еще будет оффлайн в Москве, это я еще больше люблю, поэтому побегу на консультацию. Всем приветик из нового дня, с момента съемки последнего дня влога. Прошло дней пять, я уже поменяла локацию, сейчас нахожусь в Мордовии, в Саранске, мы с моим молодым человеком приехали к его родителям в гости, поэтому сегодня буду вещать отсюда. Время девять утра, я не накрашена, потому что я сейчас иду в студию, и буду там снимать рилс для бренда, два рилса для себя, и буду снимать как раз-таки макияж, поэтому иду с не накрашенным лицом, буду творить. Надеюсь, то, что успею снять все три рилса, которые я запланировала, но хотелось бы даже четыре успеть, но не загадываю, главное мне три снять, и все, решила снять в студию, чтобы картинка была получше, и чтобы со светом не было никаких проблем, поэтому впервые, кстати, буду пользоваться фотостудией именно в Саранске. Я здесь никогда не снимала студии, поэтому посмотрим, что там, но по фотографиям студия очень красивая, вообще ничем не отличается от московского, так что пойду сейчас исследовать, но сначала пойду зайду за кофе перед съемкой, чтобы просто прийти в себя, хотя, кстати, я вот не знаю, как у вас, но у меня лично никогда не было такого, чтобы я выпила кофе и взбодрилась. То есть я просто его пью, потому что мне вкусно, а не потому что я хочу взбодриться, и без него я не могу начать свой день. Хотя знаю, что для кого-то это прям заряд бодрости, кого-то это бодрит, не знаю, у меня такого никогда не было, возможно, потому что я привыкла пить чай. Ну что, кофе я взяла, прибыль на студию, погода сегодня шикарная, честно, 1 ноября, плюс 15 градусов, когда я последний раз снимала, было минус 3, по-моему, просто погода скачет туда-сюда. Я вышла пораньше, потому что я не была еще в этом районе, и мне нужно пораньше приехать, чтобы и штатив установить, и вечер разобрать, поэтому, подумала, лучше я буду пораньше. Кстати, интересный факт обо мне, я супер пунктуальная. Если я когда-то куда-то опаздываю, то это вообще скорее исключение, чем правило, потому что я всегда выхожу заранее, стараюсь приезжать на минут 5-10 раньше, ну, тогда как раз-таки приезжаю вовремя, потому что я живу в Москве, и там, естественно, постоянно что-то тут происходит. Так что вышла пораньше, думала как раз минут на 10 пораньше и приду, что хорошо. Ой, как красиво. Очень люблю эту площадь в Саранске, я не знаю, сможет ли Саранско, пожалуйста, напишите, площадь тысячелетия, очень там красиво. Вот, вообще Саранск люблю, очень красивый город. Я уже пришла в студию, посмотрите, какой красивый зал. Просто. Сегодня еще такой день худесный, солнечный. Меня запустили, надеюсь, минут пораньше. В Москве такого никогда не было, даже если студия свободная, там не пускают раньше, там обычно все равно что-то доделают, убираются и так далее. Буду снимать. Я сейчас буду, короче, как Василиса Кукаян, которая носится в квартире, в туфлях, на каблуках, и это, в желтом такой платье, я не помню, или в чем она там. Просто сейчас буду бегать, настраиваться. все равно. Сейчас я себе играл. Мне надо еще все успеть разыграть, но, получается, и мое время еще до сих пор не училось. Сразу все настраиваю, мне нужно еще выставить кадр, потому что, как тут стоит мне, так не надо. сейчас я вам ремонт сделаю, и войдем в зеркало просто в сторону. Сейчас я вам его покажу. Ну, просто посмотрите, как красиво это выглядит. И свет сегодня так падает, просто балдеж. Приезжайте в Саранск. Давайте договоримся вместе, все пойдем с Москвы. Будем снимать в этой студии видео. Так, я установила место, где буду снимать. Сейчас буду выстраивать кадры, уже буду смотреть, как это смотрится, потому что я бы хотела, чтобы был вот такой вот светлый фон, с кроватью, будто бы я дома снимаю. Так, у меня закончилась съемка. Рассказываю, за час мне удалось снять 4 видео. Это просто отлично. Я сняла 3 релса. Один для бренда, два для себя. И еще сняла хорошее видео и сделала фотографии для сториз, тоже для бренда, для рекламной интеграции. На понедельник вообще сейчас вторник, по-моему, до среда сегодня. Уже все запуталось. В общем, отлично. Теперь у меня есть контент на 3 дня для релс, контент для интеграции на понедельник. Так что я очень довольна. Единственное, что я думала, что если вдруг останется какое-то время, я еще пофоткаюсь на себя для сториз, но вообще это не успела сделать. Я прям закончила. И мне уже сказали, что все, время вышло. И я сразу же тоже вышла. Поэтому в целом я довольна собой, потому что еще, наверное, месяца два назад я бы за час смогла снять, наверное, одно видео максимум, потому что я постоянно делала очень-очень много дублей, потому что что-то не получалось, где-то картинка мне не нравилась сейчас. Практически все видео снимаются с одного, с двух дублей. Ну, конечно же, я снимаю что-то полыдельное, чтобы было из чего выбрать. Поэтому я прям вообще в восторге. Сейчас пойду домой, монтировать видео буду, делать сториз, работать. Так что день только начался, а я уже столько всего переделала. Очень люблю такое. Но сначала хочу зайти в магазин за лимонадом, чтобы просто выпить чего-нибудь вкусненького, а погода просто волшебная. Кстати говоря, мне в Инстаграме иногда спрашивают, а как ты снимаешь сториз на улице? Тебе не стрёмно? Тебе не страшно, что на тебя все смотрят? И вот сейчас я снимаю еще и влог на Ютубе и хочу поделиться. Во-первых, у меня большой стаж. Сториз я снимаю уже много лет. И влоги я снимала 10 лет назад. В 13 лет, в 14-14, и как раз-таки, наверное, тогда весь страх и ушел. На самом деле, вот тогда, тогда люди действительно были не готовы к этому. Они могли как-то странно посмотреть, что-то как-то, а чем ты занимаешься, что ты делаешь, почему ты снимаешь на улице, почему ты разговариваешь с камерой. Сейчас же 2023 год, камон. Люди просто обходят тебя, когда ты фотографируешься, не хотят мешать, не лезут в кадр, за что им большое спасибо. И понимаешь, что все мы тут тиктоки снимаем, все мы тут видео снимаем, и все к этому с позитивом относятся. Ни разу не было такого, что кто-то прошел, сказал, фу, чем ты занимаешься. Все всегда с улыбкой. Многие наоборот такие, о, ты что в тикток снимаешь? Прикольно. Я когда вот рился, снимаю на улице. Многие там подходят, спрашивают. И вообще всегда там с улыбкой, наоборот, как-то им любопытно. Пройдет и посмеется, то, ну, этот человек, значит, посмеялся над собой, потому что он не может так же взять камеру спокойно, поставить ее и сниматься. Не может так проявляться, как это могут делать люди, которые это делают. Поэтому не вижу здесь ничего страшного. Главное просто брать камеру в руки и снимать, и понимать, что всем все равно. Вот вы проходите мимо человека, который снимает видео на улице. Вы что, о нем что-то думаете? Или идете потом весь день и думаете, какой он плохой? Но даже если и так, то этому человеку все равно, поверьте, у него своя жизнь, и он не обратит на вас внимания. Поэтому просто берите камеру в руки и идите снимать. Все будет хорошо. Люди уже к этому давно адаптировались, так что вас только поддержат, мне кажется. В общем, я уже дома. Сейчас буду монтировать видео, буду монтировать вот этот влог, буду монтировать все рилс, которые я сняла с утра. И думаю, что хочу на этом закончить этот влог. Благодарю вас всех за просмотр. Обязательно ставьте свои лайки, пишите мне комментарии. Конструктивная критика приветствуется, так как это мой первый влог. Возможно, вы скажете, что вам не понравилось, или наоборот, что больше понравилось. Какие-то темы, возможно, хотите, чтобы я в дальнейшем обсудила. Пишите обязательно в комментариях, можете написать мне в директ в инстаграм. Ссылку я оставлю в описании. Буду рада со всеми пообщаться. Еще раз вам огромное спасибо за просмотр. Всех целую, обнимаю. Пока-пока.